Я рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Оля, мне 50 лет. Живу я на севере Свердловской области, в маленьком городе Волчанске. И стройнею с веса 115 килограмм. И постройнела уже 22 килограмма. На своем канале я рассказываю, как я стройнею, что мне в этом помогает, что мешает. Рецепты снимаю разных блюд, но не только похуденческих. А то мне тут написали, причем тут каналы похудения и чебуреки. А потому что у меня муж, сын, и я им тоже стряпаю. И если рецептики интересные, я их тоже выкладываю. Еще я вижу ирландским кружевом, занимаюсь садомогородом. Так что, кому нравится, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем дружить. Сегодня 16 марта. У нас сегодня солнце, прям с самого-самого утра. Хотя ночью было минус 20, а сейчас где-то минус 7-8. С южной стороны домов, с крыш капает. Но сейчас уже около пяти вечера, подмораживает. Так, мои дорогие, а сегодня я хочу вот о чем поговорить с вами. Все знают, да, какие сейчас события происходят в наших странах. Во всем мире, не побоюсь этого слова. Потому что мой родной брат живет в Германии. Мы с ним практически каждый день разговариваем, пока ватсап работает. Вот только сейчас недавно разговаривали. Он мне рассказывал, что там у них творится. Подсолнечного масла нет, сахара нет. Все закупаются, все это. В общем, сахара, кстати, у нас тоже нет. Вот чудеса в решете. Конечно, это все искусственно сделано. Но это так, отступление. Я про то, что сейчас все, я думаю, что очень многие, если не все, испытывают стресс. Вот, в стрессовых ситуациях, вот даже я, представляете, уже набрала за почти три недели, где-то около двух килограмм. Потому что, потому что вечерний жор. Это что-то просто невероятное, что происходит. Как, вроде бы, целый день что-то делаешь, что-то делаешь. Солнышко, я гуляю в нашем городском парке. Гуляет очень много людей. Просто бесконечно, то навстречу, то это. Так, на чем я остановилась? А, вечерний жор. Я думаю, что я не одна такая. И, как бы, природа-то вроде бы ясна. Сейчас скажу, как вот я смотрю диетологов-эндокринологов, то есть медицинка, дочки зрения, и мои мысли по этому поводу, мои собственные. Я человек грамотный, думающий, анализирующий. Вот, как же с ним бороться? Как же все-таки это победить? Да, и вот мы себя этим оправдываем, да, заметили, что да, вот такие времена. Ну, что говорят диетологи-эндокринологи по этому поводу? Целый день, когда мы крутимся, да, мы что-то где-то не доели, мы как-то немножко чего-то не съели. А организму ежедневно нужно определенное количество тех самых пресловутых БЖУ – белки, жиры и углеводы. И если он что-то не получил в течение дня, он это будет требовать, потому что он не получил. Потому что вот те самые 1200 килокалорий, это, как говорится, минимальная доза, она нужна для всех наших процессов. Нас протекают тысячи, если не знаю, сотни тысяч разных химических реакций. Мы дышим, мы думаем, сердце у нас бьется, кровь ходит, пищеварение работает, в общем, много-много-много на все это нужна энергия, на все это нужны силы. И если мы не будем давать нашему организму все нужное, он это будет брать, ну, конечно, хотелось бы, чтобы он свои жировые запасы, да, использовал. Но он такой хитренький, он сначала будет использовать гликоген, отложенный в печени, с мышц тоже может брать что-то там, верхний жир. Но все-таки он будет требовать, так, ты мне не додал, не додала, да, вот, подай мне сюда, пожалуйста. Поэтому первое, все-таки нужно следить, чтобы у нас были полноценные и завтрак, и обед, и ужин. Но, 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 в стрессовой ситуации у нас вырабатываются гормоны, да, вот, кортизол, адреналин, норадреналин. И вообще наш организм так устроен за эволюцию, за вот эти вот сотни тысяч лет, он устроен, он заточен на выживание. Выживание любой ценой. Война, это что, да, это голод. Это я про подсознание сейчас, про наше. То есть нужно делать запасы. Когда нужно делать запасы? Больше всего вечером, потому что вечер, уже все реакции замедляются, энергия почти не расходуется, мы уже сидим практически, да, перед телевизором, там, или это самое. Организму нужно сделать запасы на случай, что будет голод, что чего-то не будет хватать. Да, понимаете, это так устроено. Вот, и что бы мы ни делали, бороться, конечно, с этим можно и нужно. Ну, вот, я говорю, что первое, все-таки завтрак, обед и ужин, да, полноценные должны быть. А вечерком так и хочется что-то. Что я для этого делаю, да, я про себя расскажу. Ну, горячее что-то попить. Кофе без сахара. Ну, кофе вечером нежелательно, да, чай. Псилиум, если кто знает, что это такое, да, развести что-то типа киселя. Это такая клетчатка, она у нас разбухает, создает как бы эффект сытости, хотя там калории есть, но совсем чуть-чуть, они там какие-то совсем мизерные. Вот, потому что это клетчатка. Ну, то нужно пить воду, потому что если псилиум принять и пить мало воды, там может даже быть и вплоть до, 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 до сбоев в пещере варенья, запоров, да, вот. Или что я еще, я хитрость такую делаю. Например, есть у меня дома что-то, да, а дом у нас есть всегда сладко. Ну, у меня муж, сын, оба стройные, оба любят что-нибудь похомячить, чайку попить, особенно вечером. Потому что, как я говорю, днем дела, дела, дела. Ага, потом покушать не успели, то там что-то перехватили. Вот, а вечером все, свободное время, расслабились там. И вот они, то прянички у них, то вафельки, то все. Что я? Я позволяю себе темный шоколад. Там зефир, пастила, это тоже вот сладости, которые там нам как бы, ну, можно? Небольших количеств, небольших. И то я возьму вроде бы так зефирку и говорю себе, съешь ее утром. Вот отложи на утром. Потому что все, что съедено до 12, оно все сгорит, оно переработается, оно у нас не отложится. Утром мы можем себе позволить что-то сладкое. Но если мы что-то это, сладкое съедим вечером, все пойдет в жир, все отложится в запасы. Вот, начинаю разговор сама с собой. Вот, так что говорю себе, отложи, съешь утром. Вот, ну вот как-то так. Что-то я забыла, еще какие-то у меня такие были приемчики. И чем-то себя стараюсь так вот занять, занять, занять. Не знаю, орешки, семечки, но семечки тоже очень калорийные. И орешки, хотя могу чуть-чуть погрызть немножечко. Все-таки орехи это жиры, полезные жиры. Вот, вот, мои дорогие, можете написать мне в комментариях, как вы боретесь с вечерним жором. Вот, мои хорошие. Так что, так что, несмотря ни на что, жизнь продолжается. Желаю всем от всей души крепкого здоровья, мирного неба над головой. И вот, пока-пока, ваша воля. Ну и, как всегда, обязательно, конечно, что-нибудь забуду сказать. Так, спать пораньше лечь. Вы знаете, у меня тут до, так сказать, где-то в середине февраля так уже стал налаживаться режим дня. Я стала пораньше ложиться, пораньше вставать. Все, потому что знаю, что тут уже и сад, и все такое. Я уже, у меня перчик уже всходит. Цветочки посадила. Скоро буду помидоры сеять. Вот, и тут опять весь режим дня у меня опять нарушился. Опять стала засыпать поздно. Вот, но все-таки буду стараться. Чем, чем лучше, чем лучше наш режим дня, тем лучше будет наш весь метаболизм. Пораньше вставать, пораньше ложиться. Вот, как-то вот все-таки соблюдать. Потому что, например, поужинали мы в 6, ну даже, допустим, в 7, да. Если мы поздно ложимся, все, мы там уже кушать хотим невозможно. Уже тяжело бороться. А если все-таки соблюдать режим дня и ложиться, ну хотя бы до 12, то все-таки будет полегче. Вот мы, дорогие. Ну все. Продолжение следует.